Информационная служба МИР24 продолжает свою работу в студии Арман Газан. Здравствуйте. ФАС на линии. На сайте Федеральной антимонопольной службы появилась виртуальная книга жалоб, благодаря которой покупатели смогут сообщать ведомству о резком повышении цен на продукты. Это в фокусе. После запрета на ввоз продовольствия из Европы в российских регионах начали дорожать продукты. Резкий скачок цен почувствовали жители Сахалина и Приморья, где некоторые товары подорожали аж в полтора раза. Следить за ценниками в магазинах государство обязало Федеральную антимонопольную службу, помогать которой вызвались обычные покупатели. Для них на сайте ФАС уже открыта специальная горячая линия. Насколько эффективен народный контроль, спросим у заместителя начальника управления контролем химической промышленности и агропромышленного комплекса ФАС Ирины Епифановой. Ирина Николаевна, здравствуйте. Добрый вечер. То, что к процессу подключился ФАС, как-то изменит ситуацию на рынке продовольствия? Я должна сказать, что ФАС постоянно осуществляет мониторинг и контроль ситуации на продовольственных рынках. То есть эта работа не прекращается никогда. Но сейчас, естественно, с изменением ситуации в части наполняемости рынка, а не секрет, что все-таки агропродовольственные рынки и рынки сельскохозяйственной продукции и продовольствия, они наиболее, так сказать, по сравнению с другими отраслями подвержены законам рыночной экономики, это конкурентные в большей степени рынки. Естественно, ФАС России усилен контроль. И с этой целью в том числе открыта горячая линия. И открыта она с целью оперативного реагирования на вот эти изменения ситуации на агропродовольственном рынке. Ну вот скажите, Ирина Николаевна, как происходит мониторинг? Как ФАС это делает? В общем случае, у нас есть поручения территориальным управлениям, которые должны в еженедельном режиме мониторить цены. Ну мы как ФАС, конечно, отдаем преимущество крупным производителям сельскохозяйственной продукции и продовольствия, и оптовым поставщикам. То есть это предприятия, включенные в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке более 35% или занимающих доминирующее положение на рынке, в том числе региональном. Либо те крупные хозяйствующие субъекты, которые могут оказать какое-то воздействие именно на ценообразование на рынке, то есть имеют рыночную власть, скажем так, в регионе. Поэтому каждый регион, по своему усмотрению, они, естественно, ситуацию в своем регионе знают лучше. Они знают, какие у них есть крупные производители, какие оптовые поставщики. Значит, они в основном, конечно, путем камерального запроса или выездной проверки, они осуществляют просто мониторинг, как срез ценообразования вот этих хозяйствующих субъектов. И в случае, как вы говорите, повышения цен, могут быть предприняты меры антимонопольного реагирования. Тут следует иметь в виду, что у нас государственного регулирования цен на продовольствие как такового нет, и у антимонопольных органов тоже полномочия ценами предприятий, вот о которых я говорила, занимающие доминирующее положение, либо в случае заключения каких-либо картельных соглашений или осуществления согласованных действий хозяйствующими субъектами. Поэтому вот в плане согласованных действий сейчас очень важная работа, у нас в новом законе появился такой новый институт, как институт предостережения. То есть в случае, если какая-то компания вдруг объявляет, что там она намерена повысить, это очень влияет на рынок, и это оказывает координирующее воздействие. То есть другие тут же где-то подтягиваются к этому, и тоже могут, так сказать, это может привести к росту цен. Ну а тогда, подождите, каким образом тогда можно доказать, что вот он завысил цену необоснованно? Нет, завысил цену необоснованно, это можно определить путем анализа его себестоимости. То есть вот... Вот сейчас, да, поднялись цены. Как узнать, где необоснованно, а где обоснованно? Да, вот если мы начали говорить о горячей линии, то вот она 5 дней у нас работает. Значит, преимущественно... Какие результаты уже вот за эти 5 дней? Результаты первые у нас есть. Мы ежедневно выгружаем эту информацию, значит, по обращениям. За 5 дней, вот по состоянию на вчерашний день, где-то около 400 обращений. Вот на сегодняшний день уже ближе к 500, то есть где-то порядка 70 обращений в день. А больше звонят из регионов или из Москвы? Нет, из регионов, конечно, у нас такая общая сеть, хотя есть у нас такие кнопки и на сайте ФАСа, и на сайте всех территориальных управлений. Но она аккумулируется в том числе в ФАС России, но при этом каждый ФАС может тоже видеть эту информацию, чтобы ориентироваться, какая ситуация в других регионах. Так вот, конечно, подавляющее большинство, вот вчера из 360, допустим, обращений, 305 это касались розничной торговли. Потому что у нас граждане, это самая активная часть населения, и в общем-то эта ситуация, конечно, во многом затрагивает их в первую очередь. Ну вот граждане обратились к вам и написали, что где-то повысились цены. Да, где-то повысились цены. Наши действия такие. Значит, мы эту информацию, конечно, если это особенно в розничной сети, то в большей степени принимаем к сведению и учитываем вот в результатах мониторинга, которые обобщаются. Если выясняется, что это повысил крупный хозяйствующий субъект или оптовый продавец, значит, проводится проверка обязательно. Вот, проводится проверка, и по результатам проверки уже решается обоснованно, не обоснованно, и в этом случае либо возбуждается дело нарушения. Вот из этих 400 обращений за вчера, да, как вы сказали, вот, например, что-то было уже проверено. Значит, из 400 обращений я могу сказать, что, как ни странно, очень много обращений на повышение цен на мясо птицы. Почему я хочу сказать странно, потому что вот те товары, по которым произошло эмбарго, это запрет на ВОЗ. Самая критичная из мяса, допустим, ситуация, это по мясу говядины. То есть, наибольший импорт у нас мяса говядины, там, в районе половины, ну, это точнее, мы говорим. Но обращайтесь по поводу окорочку. Сейчас, да. Свинина чуть-чуть получше ситуации, ну, тоже импорт большой. А вот по курице мы обеспечиваем себя практически полностью. И, тем не менее, рост цен произошел именно на курицу. И вот это как раз, мы сегодня проводили селекторное совещание с территориальными управлениями, с рядом, и мы дали непосредственно поручение, чтобы именно на это обратили оперативное внимание. То, что птицефабрики у нас во многих регионах есть. То есть, за счет чего произошел это? То ли это рост отпускных цен птицефабрик, которые пожелали воспользоваться, в общем, такой ситуацией. То ли просто под шумок взяли ее. Под шумок, да. Да, именно так. Значит, то, что вы тоже упомянули о росте цен на рыбу на Дальнем Востоке, это тоже довольно странный факт. Все-таки у нас вся надежда, можно сказать, на Дальний Восток в плане импортозамещения. То есть, мы говорим о том, что мы заместим в своей Дальневосточной рыбе недостаток рыбы и здоровья. И что-то будет делаться? Вы узнали, что необоснованно завысились. Что они будут делать? Они будут возбуждать все дела о нарушении антимонопольного законодательства. То есть, есть ли надежда, что эти цены все-таки упадут? Да, если признано нарушившим, выдается предписание согласно антимонопольному законодательству. И в этом предписании в том числе могут быть условия по снижению цены. Скажите, Елена Николаевна, какое вообще повышение в цене может быть сигналом для ФАС? Ну, такого, конечно, законодательно не установлено. Но мы где-то 5% считаем, что это уже в 5% в течение недели. Это серьезное. Вообще, если взять на законодательном уровне, серьезным повышением считается 30% в течение, я боюсь ошибиться, есть 530-е постановление, реализация которого Минэкономразвитие там занимается. Там как раз есть такое ограничение, что можно ограничить торговые надбавки, а в ряде случаев ограничить розничные цены. В случае, если рост цен на продукцию произошел там в течение 30 дней на 30%. Пока, к сожалению, ну или к счастью, не пользовались этим механизмом. Может быть, вот сейчас пришло время, когда его можно использовать. Ну вот скажите, нам просто вот очень интересно, как происходит доказательство того, что цены повышены? Не обоснованно повышены. Поставщиков произошло. Поэтому по разным видам продукции стоимость сырья и материалов, вот это основное, первичное, может достигать, ну если по хлебу, то это до 70% стоимость муки занимает. Там по другим продуктам разные цены. Поэтому стоимость сырья и материалов, стоимость электроэнергии, транспортных расходов и так далее. Ну все из чего состоит. То есть это все можно проверить, все можно доказать. Это все проверяется. Это все можно проверить. Ну конечно, это процесс не очень быстрый. Потому что запрашивается вся, даже первичная документация. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о мерах антимонопольного реагирования. Ну основные меры антимонопольного реагирования это вот как раз выдача предостережений, выдача предупреждений. Это касается предупреждений только предприятий, занимающих доминирующее положение по ряду позиций. И рассмотрение дела о нарушениях антимонопольного законодательства. Это основные меры антимонопольного реагирования. Ну вот на эти предписания они как-то реагируют или могут просто не обратить внимания? Нет, они не могут не обратить внимания. Предписание является обязательным для исполнения. Естественно, хозяйствующие субъекты практически в 100% случаев их оспаривают в суде. Причем суды из всех трех инстанций. Ну после второй оно уже обязательно для исполнения. То есть это обязательный процесс. Ну какие еще меры воздействия есть на недобросовестных поставщиков? Знаете, я уже сказала, что все-таки это такая рыночная отрасль. Поэтому если этот поставщик не занимает какого-то значительной доли на рынке, то и меры тоже у нас ограничены. Я в этой связи хотела бы сказать, что все-таки мы в большей степени на указ президента обращаем на внимание то, какие продукты там запрещены к ВОЗу. Но есть другая часть. Это о мерах по стабилизации ситуации на агропродовольственном рынке. И основные меры на самом деле должны быть такие, что насыщение рынка. И тогда у нас просто не будет недобросовестных поставщиков. То есть повышение конкуренции на этом рынке. А для этого тут уже, конечно, государственные меры очень важны. Те, которые может применить государство в плане регулирования. Вот мы, допустим, утвердили свой план мероприятий ФАС России по реализации этого постановления. Там мониторинг – это одна небольшая часть. Мониторинг там и информационное взаимодействие с другими федеральными органами, с отраслевыми союзовыми ассоциациями. Это только одно направление работы. Но мы там предусмотрели. И ряд мер, которые помогут нашим сельхозпроизводителям, то есть то, что в нашей компетенции находится, и контроль за распределением субсидий. Потому что уже было обещано, что какая-то государственная поддержка усилится. А государственная поддержка в рамках госпрограммы у нас – это в основном предоставление субсидий сельхозпроизводителям. Это и какие-то меры, которые бы позволили льготные кредиты получать. Это и меры по мониторингу ситуации на рынке минеральных удобрений. Это и мониторинг ситуации на рынке горючих смазочных материалов. И меры какого-то таможенно-тарифного регулирования. И меры у нас по перевозкам сельскохозяйственных грузов и по услугам портов. То есть это то, что в нашей компетенции находится. Но я хочу сказать, что эта работа, конечно, должна быть комплексной. Недаром, в общем-то, правительством такой создан, ну, я бы назвала и штаб, что ли, из представителей Минпрома ТОТа. Тогда пожелаем вам и нам удачи в этой работе, чтобы все было на самом деле, как было задумано. Спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Я напомню, что у нас в гостях была заместитель начальника управления контроля химической промышленности и агропромышленного комплекса ФАС Ирина Епифанова. Мы говорили о том, как в России контролируется необоснованное повышение цен на продукты. Увидимся. Продолжение следует...